Здравствуйте! Это программа «Мое утро». Меня зовут Александра Корунна. Давайте зарядим это утро хорошим настроением. Начнем с международных новостей. В Боливии на пешеходных переходах работают зебры, а то есть люди, которые переодеваются в костюмы и переводят людей через дорогу. Давайте же на это взглянем. На оживленных улицах Ла-Паса разгуливают бесстрашные зебры. Так боливийцы в костюмах лошадей в черно-белую полоску оберегают пешеходов, пока те переходят дорогу. Если водитель нарушил правила, его обязательно пожурят, но в шутливой форме. «Мы не клоуны, хотя люди считают, что мы приносим радость и смешим их. Они думают, что мы приходим смешить людей, но это не так. Смех приносит счастье, но он также играет роль урока для граждан, даёт понять, что общественный порядок превыше всего». В Ла-Пасе работает сотня таких зебр. Все они прошли специальное обучение и получают за свой труд зарплату. Проект поддерживают городские власти. «Больше всего мы, зебры, радуемся, когда ребёнок подбегает к нам, чтобы обнять и спрашивает, как наши дела. Или когда пожилой человек подходит с раскрытыми объятиями и говорит вдохновляющие добрые слова». Такая программа показала себя успешно и уже работает ещё в трёх городах Боливии. Вероятнее всего, вы все знаете знаменитый чёрный бургер. Давайте его научимся готовить дома. Всем привет! Меня зовут Толя, и сегодня мы вместе с вами приготовим сочный чёрный бургер. Мы не будем с вами сегодня использовать покупные булки, а приготовим их своими руками. С этого и начнём. Что ж, мы переходим с вами к смешиванию наших ингредиентов для теста. И первым делом мы добавим муку, и нам понадобится, давай, 350 грамм муки. Всё, 350. И затем 230 миллилитров молока. Итак, нам осталось добавить одну чайную ложку сахара и пищевой краситель, который придаст чёрный цвет нашей булке. Вообще, для того, чтобы сделать булку чёрного цвета, можно воспользоваться двумя способами. Первый – это использовать чернила каракайцы. Второй – это использовать пищевой краситель. Так как чернила каракайцы сложно найти, и они, в принципе, не дешёвые, мы воспользуемся более доступным вариантом – это жидким пищевым красителем чёрного цвета. Добавлять им будем понемногу, потому что краситель очень концентрированный. Начнём мы с половины чайной ложки. Добавим. Если после того, как мы перемешаем, у нас получится ненасыщенный цвет, мы добавим ещё. Хочу поделиться с вами личным опытом. Бытует мнение среди хозяев, что с тестом лучше работать голыми руками для того, чтобы лучше чувствовать само тесто. Но это явно не в том случае, когда вы будете готовить чёрный бургер. Иначе может получиться как-то вот так. Поэтому я рекомендую вам работать в перчатках или использовать кухонную машину. Ну а мы давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, сейчас мы наше тесто разделим на 4 части. Каждый кусочек округлим, затем приплюсим и отправим в духовку, разогретую до 180 градусов на 15-18 минут. Все, булочки подготовлены. Теперь самое время отправить их в духовку. Пока наши булочки запекаются, мы с вами займёмся котлетой. Наша котлета будет из говяжьего фарша. Нам также понадобится зелень и приправы. У нас это петрушка и соль и перец. В вашем случае это могут быть любые другие приправы и другая зелень. Сейчас мы мелко нарежем петрушку. Всё, осталось теперь перемешать и сформировать котлеты. На сей раз мешать можно уже голыми руками. Начинаем формировать наши котлеты. Вот такой совет. Лучше берите при формировании котлеты мяса немного больше, потому что после жарки котлета у вас ужмётся. У нас где-то грамм, наверное, 200 на одну котлету. Котлеты готовы, сковородка у нас разогрелась. Сейчас будем обжаривать. Обжаривать мы будем до прожарки медиум, поэтому примерно по 2 минуты с каждой стороны. Так, наши булочки готовы. Выглядят они очень аппетитно. Пока они остывают, мы займёмся другими ингредиентами. Мы нарежем помидоры, нарежем маринованные огурцы. У нас есть два соуса. Это соус барбекю и горчица. Также у нас есть ещё лук. Давайте приступим. Наши бургеры остыли, ингредиенты готовы. Самое время их разрезать и начать собирать. Вот такой вот у нас получился он внутри. Супер чёрный. Чёрный снаружи, чёрный внутри. Сейчас мы нанесём соусы. Снизу у нас будет соус барбекю, а сверху мы намажем горчицу. Ну а теперь начинаем выкладывать наши ингредиенты. Первым мы выкладываем листья салата. Затем ломтик сыра. У нас будет два сыра. Котлета. Затем ещё один сыр. Сверху мы выкладываем помидор. Кольца лука. И в конце пару ломтиков маринованного огурчика. Закрываем. И всё это соединяем. Наш бургер готов. Выглядит он очень круто и аппетитно. У него двойной сыр. Я не ожидал, что он получится настолько чёрным. Вы сами видели, он чёрный снаружи, чёрный внутри. Обязательно приготовьте его дома. Удивите своих друзей. Всем пока! Для тех, кто хочет подкачаться, будет полезно узнать статодинамические упражнения на грудь и бицепсе. Так давайте же мы посмотрим. Статодинамика – техника, при которой упражнение выполняется с постоянным напряжением мышц и небольшой амплитудой. Таким образом клетки мышц начинают закисляться, что создаёт среду для выброса анаболических гормонов. И сегодня мы расскажем, как проработать грудь и бицепсы с использованием этой техники. Жим штанги от груди на тренажёре Смита. Используйте небольшой угол наклона от 20 до 30 градусов. Ноги держите расслабленными. Спину плотно прижмите к скамье. Кисти держите в строго зафиксированном положении и не сгибайте их, иначе вы можете получить травму. Подъём штанги на бицепс с EZ-грифом. Поднимайте штангу от бёдер до уровня плеч по широкой дуге. Движение должно осуществляться чисто и без покачиваний. Не бросайте штангу, а всегда плавно опускайте её вниз. Жим от груди сидя на тренажёре Хаммер. Спину плотно прижмите к скамье. Локти направьте в разные стороны. Лопатки сведите, а грудь раскройте. Выполняйте движения максимально качественно, без рывков. Подъём гантелей на бицепс сидя. Держите торс выпрямленным и не раскачивайтесь. Закрепите локти по бокам торса и не двигайте ими. Используйте достаточно лёгкие гантели, иначе вам придётся делать рывки, чтобы сдвинуть вес с мёртвой точки. Сведение рук на тренажёре Бабочка. Не опускайте локти и всегда держите плечи параллельно полу. Оставляйте руки слегка согнутыми в локтях на протяжении всего упражнения. Не кидайте вес при разведении, а медленно отводите его в стороны. Данная методика хороша для новичков, а также для людей, тренирующихся в период восстановления после травм. Люди должны заботиться не только о себе, но и о животных. В Таиланде создали искусственный ласт для черепашки. Давайте же мы на это посмотрим. Оливковая черепаха Гуди вновь может плавать, как и прежде. Несколько лет назад она запуталась в рыболовной сети и потеряла конечность. Но тайские специалисты сделали для неё искусственный ласт. Это первый в Таиланде протез для черепахи. «Она стала плавать намного лучше. Черепаха учится использовать оба ласта, когда надо повернуть. Можно увидеть разницу. Она знает, что теперь может повернуть направо с помощью этого ласта». Протез разрабатывали учёные университета Чулаланкорна и ветеринары, которые ухаживают за ранеными морскими черепахами. «Очень много случаев, когда животные попадают в рыболовные сети, запутываются, тонут и погибают. А если не погибают, то теряют конечности, поскольку сеть затягивается вокруг, и кровь перестаёт циркулировать». В программе участвуют ещё 10 черепах. Если Гуди научится жить с искусственной конечностью, то ласты сделают и для других рептилий. При создании протеза учитывают характер травмы, вес черепахи, манеру передвижения и другие особенности. Поэтому каждый будет индивидуальным. Ну а пока специалисты наблюдают за первой счастливицей. «Это похоже на радость для своих детей. Когда они начинают ходить, чувствуешь родительскую гордость». Протезы помогут травмированным черепахам жить с большим удобством. Но они всё же не вернутся в дикую природу и навсегда останутся под присмотром людей. С вами была программа «Моё утро». Меня зовут Александра Корунная. И мне хочется передать привет моему любимому преподавателю Софье Михайловне, а также всем, кто меня знает. А дальше не переключайтесь, будем смотреть мультфильм. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...